Всем привет! Днепр на связи. 24 февраля, 0047. Ну что, друзья, сейчас у нас по обстановке. Обстановка такая была, тревожная. На данный момент затихла. Отбои сигнала воздушной тревоги были там ближе к 11. Сейчас тихо, но во время той тревоги, которая была, сообщалось и о беспилотниках, и о пуске ракет. Изначально говорили, что две ракеты пролетали в Николаевскую область и летели в сторону Кропивницкого. Затем сообщили, что ракета в сторону города Кривой Рог летит в воздушном пространстве области. И в пригороде города Кривой Рог прозвучал взрыв. Никак пока официальные источники это не прокомментировали. Имеем только информацию от местных жителей, что бахнуло очень и очень мощно. При этом, друзья, есть попадание, прилет и в городе Одесса. Сообщаются вновь о беспилотнике, вновь о жилом многоэтажном доме. Прокомментировал ситуацию глава областной военной администрации Одесской области. Он сказал, что в результате вражеских обстрелов возникло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе. Пока известно о двух пострадавших, раненых в тяжелом состоянии и доставленных в больницу. На месте работают все подходящие службы. Продолжаются поисковые работы и тушение пожара. Под завалами могут находиться люди. На данный момент известно о том, что еще одного человека достали из-под завалов. Он в тяжелом состоянии. И уже есть один погибший. Поисковые работы продолжаются. Видео с моментом прилета, попадания есть в сети. Правда, видно, что уличная камера направлена вниз. Бахнула действительно мощно. Перед этим был слышен звук беспилотника. Типа Шахет, он же Герань-2. Кто не знает, как это звучит, посмотрите вчерашнее видео. Одно из ночных. Там четко записан этот звук. Его ни с чем не спутаешь. Затем последовали отбои. Вроде сейчас тишина. В сети в украинском информпространстве есть информация о том, что во время вот этого вечернего удара был сбит еще один российский самолет, Су-34. И вроде как утром Министерство обороны Украины должно подтвердить эту информацию. Будем посмотреть. В российских источниках сейчас прочитал информацию. Пишут, что Украина пыталась нанести удар беспилотниками, собственно, по Туле, Курску, Брянску и Белгороду. Пишут о том, что было сбито два дрона над Тульской и Курской областями, а также по одному дрону в Белгородской и Брянской области. Вот такая информация. И напоследок вновь криминалитет. Только уже не Днепр, а Киев. Указывают на то, что в центре Киева неизвестные напали на военнослужащего. Двое нападавших ударили военнослужащего кирпичом по голове и украли телефон, кошелек и золотое кольцо. Нападавшими оказались жители Харькова и Киева. Их уже задержали и светит им до 15 лет лишения свободы. Ой, друзья, вот такие дела. Ветер поднялся, труба. Слышите звук? Крышу просто отрывает. Вот в доме напротив просто рвет крышу. Какую-то металлическую часть уже оторвала. Полнолуние, белая ночь. Камера не передает, но очень-очень светло, хорошо видно. Буду пытаться как-то уснуть, что, конечно, вряд ли. Буду пытаться утром добраться к барахолке. Давно мы с вами не были. Посмотрим. Погодка вроде радует, солнечно. Тепло должно быть до плюс 10. Надеюсь, что встану. Посмотрим. Люди просят. Давно не были. Надо сходить. Ну вот так, друзья. На этом завершаем. Всем огромное спасибо за поддержку. Берегите себя. Берегите своих близких. И до нового выхода на связь уже утром, если все будет по плану. Ну и ветрюганище. Ой, 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 холодно. Йо-моё. Ах, порывы.